Приветствую вас от Александра, я прочитал ваш вопрос, ну на самом деле мне очень понравился ответ Кудрячева Игоря Леонидовича, который вам говорит о том, что вся проблема именно в контроле. Контролю всего и вся, видимо, связанного с близким человеком, вот, и как следствие возникновения дефицита энергии, обращенной на вас, вот. Смотрите, вы с папой находились в созависимых отношениях, потому что вы пытались его контролировать, чтобы он не пил. Но, как вы понимаете, я надеюсь, что дело здесь не в контроле как раз, а в том, что у человека есть определенная необходимость употреблять алкоголь. И речь идет о том, что вы чувствовали. В результате этого речь идет о том, что вы чувствовали. Вот, давайте немножко так подумаем. Пока отношений не было, вы были сильны для всех и для себя. Но, как только отношения появились, вы изменились, вы стали другой. Вот, знаете, меня бы очень интересовало, меня очень заинтересовал момент, что изменилось? Следствие чего появились изменения? То есть, получается, что отношения вас изменили. Получается, что отношения смотивировали вас быть другой. Немножко. Отношения как бы вернули вас в то самое состояние, возможно, в состоянии ребенка, каким вы были со своим отцом, только с той лишь поправкой, что теперь вы пытаетесь добрать то, что недополучили в детстве. То есть, если в отношениях с отцом вы были таким взрослым, маленьким, то теперь вы взрослый ребенок своим молодым человеком. Ну, так это выглядит, по крайней мере. И... Очевидно, что есть обидная нация. Очевидно. В которой вы, в принципе, переносите на молодого человека. Молодой человек вам это загадывает. Я думаю, что есть неуверенность в себе, чувство стыда. Как мне кажется, особенно чувство стыда. Как мне кажется. Потому что чувство стыда это одно из самых распространенных чувств у людей, которые находятся в созависимых отношениях. с людьми, страдающими различными видами химической и психологической зависимости. Потому что родственники, например, страдающего алкоголизмом человека, они не хотят, чтобы кто-то узнал о том, что их родственник алкоголик, например. И садчики пытаются это скрыть. В том числе и по просьбе самого больного. Ну, наверное, то же самое делаете... То же самое от счастья делали и вы. Со своим отцом. Пытаясь его скрыть. А если как-то вот что-то... Спрятать, собрать, объяснить и так далее. То есть это все чувство стыда. Чувство стыда проявляется и сейчас. Отношение к вам. То есть обесценивание того, что вы хотите. Экстраполяция того, что вы хотите в действия других людей. Вот. По поводу препаратов и диагнозов ничего говорить не буду. Потому что не врач, я психолог. Вот. Не очень понятно, зачем вы написали про диагнозы и про лекарства. То есть если у вас есть врач-психотерапевт, то он вам должен назначать не только медикаментозное лечение, но и психотерапевтическое тоже. С поправочкой на ваши особенности. Что касается опыта взаимодействия с психологом. Здесь я мог бы сказать вам следующее. Ни один психолог не будет вам прямо говорить что делать. Это неэтично, непрофессионально. Это вредно для вас. С психологической точки зрения подобная позиция привязывает вас к психологу, что является недопустимым. С субъективной точки зрения данная позиция свидетельствует о том, что вы находитесь в неком состоянии жертвы, когда вы хотите переложить всю ответственность с себя на другого человека. Для меня немного является загадкой то, что вы хотели. Один вид психотерапии, а вы попали на другой вид. То есть, ну, психологи, они обычно пишут в каком формате работают. Вот, и в общем-то не увидеть этого достаточно сложно. Но еще более интересно, почему вы решили, что вам подходит СВТ, а не психоанализ. Почему вы вообще принимаете такие решения, связанные с тем, какая терапия вам подходит. Вот, это вы можете решить вместе со специалистом, предварительно получив некоторый определенный опыт работы с ними. Вот, поэтому, поэтому единого ответа на ваш вопрос нет. Нужна психотерапия, еще раз повторяю, такая вот последовательная. Возможно, даже с вашим молодым человеком, чтобы ему тоже было как-то более понятно, какие процессы, какие процессы происходят с вами и что вообще сейчас. Вот, примерно такой ответ Александра я могу вам дать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом.